Внимание, эксперименты! Мы собрали в нашей студии пять человек. Все они представители разных возрастов и профессий, имеют разные привычки и интересы. И сейчас этих людей ждет тактильное испытание. Они попробуют угадать, что попало к ним в руки и из какого материала сделаны эти предметы. Спойлер – все, что окажется в этом белом ящике, создано, чтобы сократить количество мусора. Я говорю, что там что-то падает или шевелится. Похоже на… ну типа на стекло, но не стекло это. Мне кажется, это как будто какой-то очень твердый пластик. Это экзамен в политех на виды пластиков. Это дерево, это пластик. А почему они вместе? Да ничего не вывалится. Это как будто переработанные крышечки. Пластиковые крышки – то, с чего проще всего открыть дверь в мир экологической осознанности. В смысле начать сортировать отходы дома. Они не занимают много места, а еще с помощью этих ярких малышек можно сделать доброе дело. В 2016 году в России был запущен эколого-благотворительный проект «Добрые крышечки». В разных городах страны появились кураторы, которые организовали пункты сбора и отправку крышек на переработку. Виды пластика, из которых сделаны крышки – одни из самых дорогих на рынке вторсырья. Средняя цена по стране – 25 рублей за килограмм. Вырученные средства с их продажи направляют в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Так по всей стране собирать крышки стали в домах, на работе и в школах. О том, что собирая крышки можно помочь окружающему миру, Руслан узнал от своей мамы. Начал копить их дома, а позже решил, что и его одноклассникам идея может понравиться. На улице я, когда гуляю, часто вижу, что многие выбрасывают не в мусорницу крышки, а куда-нибудь на асфальт, на землю. Мне захотело, чтобы мы не выкидывали это в мусорку, а собирали. Потом перерабатывали. Я у мамы спросила, можно взять эту ванку, чтобы собирать туда крышки. Мама сказала, да, можно. Потом у меня начало не получаться, потому что мало крышек собиралось. Я предложил это классу, и вот что получилось. Так во втором В-классе 132-й омской школы появилась первая – маленькая коробочка для крышек. Сначала очень медленно, сначала мы потихонечку, в течение двух недель маленькую коробочку, вот я уже показывала, собирали. А потом, когда уже ребята поняли, когда я им стала больше рассказывать, для чего они нам нужны, что мы будем из них делать. Когда стала показывать фотографии, они дома уже родителям стали рассказывать. И им родители стали помогать. Моя мама работает в кафе, и там мне продают все напитки. Сказала своим сотрудникам складывать в один пакет крышки, и вот оттуда получается много крышек она приносит домой. Я складываю, каждый пакет простой и приношу в класс. Всего за три месяца второклассники собрали почти 10 килограммов ценного вторсырья. И уже передали куратору проекта «Добрые крышечки». Школы и детские сады – самые активные участники сбора «Добрых крышечек». Дети быстро увлекаются простой и понятной для них идеей. Детям очень важно прививать вот эти эко-привычки, чтобы они уже вырастая, потом передавали это своим детям. Ну, конечно, это очень важно. Я смотрю, ты своих детей тоже к этому приучаешь. Вообще, насколько они активно подключились, когда ты только стала куратором проекта «Добрые крышечки»? Очень активно, да. Стар все-таки вообще в теме, он у нас уже несколько раз был на сортировке. Ну, и младший тоже, он любитель ходить по улицам, собирать крышечки. И спрашивает, мама, это добрая крышечка? Или злая? Ну, если металлическая какая-то, я говорю, нет, это не добрая. Кураторы в разных городах. Вы как-то соревнуетесь между собой, кто больше нас собирает? Есть у вас какой-то общий сбор? Делаем все общее одно дело и никаких соревнований. Собирать крышки – привычка. Чтобы она прижилась, нужно лишь найти свою мотивацию. Есть мотивация внешняя и мотивация внутренняя. Здесь очень интересно, чем мы младше, тем для нас более значима внешняя мотивация. Наши родители нас обучают тому, как правильно себя вести, если мы возьмем более сложные привычки. То есть, например, такую привычку, как подавать руку, открывать двери, сортировать мусор. Когда нас воспитывают, то есть для нас родители являются таким авторитетом, мощным, важным. Но потом, когда мы растем, внешнее давление становится для нас менее мотивирующим. То есть, сила вот этого внешнего нарратива, она становится не такой сильной, как внутренний нарратив. После сбора крышек наступает момент сортировки. Среди вороха пластика можно обнаружить батарейки, металлические пробки и другие мелочи, которые могут испортить всю партию вторсырья. За два месяца накапливается около 200 килограммов крышек. В одиночку их не перебрать. На помощь кураторам приходят волонтеры. Сначала я начала собирать макулатуру на работе, потому что, соответственно, это бумажная волокита. Сначала все восприняли это в штыки, но потом было очень мило, что человек с другого конца кабинета шел сдать один листочек в коробку. И я поняла, что на самом деле, как бы они ни бухтели, им это нравится. И я услышала про проект «Добрые крышечки». Это простая инициатива. Можно поставить 5-литровую бутылку от воды и потом это сдать в пункт приема. Но это несложно даже для одного человека. И мне нравится в этой инициативе то, что это инициатива шаг за шагом. Едешь в поезде, бутылка воды закончилась, бутылку вытянул, а крышечку открутил, в карман положил. И потом это маленькая польза для природы. Но вот сейчас у нас гигантское количество мешков. И это потрясающе, что мы спасли природу от такого количества мусора. Для тех, кому важно видеть результат. В своей второй жизни крышки превращаются в предметы декора, мебель, украшения и другие нужные изделия. Кстати, знаменитый пакет с пакетами, который хранится, пожалуй, на каждой отечественной кухне, тоже можно пустить в дело. В смысле переработать и даже самостоятельно сделать из них стильный и экологичный аксессуар. Как будто это вообще ткань, но это не ткань, очевидно. Из кожзам, что-нибудь такое. Наверное, тоже из чего-то переработанного. Что, это четверка, но это, может быть, пакеты какие-то, ну, типа упаковка, если это мягкая упаковка. Вот, да? Е-е-е-е! Елена Неверова пускает полиэтиленовые пакеты под пресс. Получившееся полотно превращают в сумки, кошельки, обложки и другие полезные вещицы. Материал сложный и непредсказуемый, но оттого и работать с ним интереснее. Я думаю, что по большому счету мы его даже до конца и не освоили, потому что каждый раз всплывает что-то новое, какие-то новые обстоятельства, новые условия. Новые идеи, что из этого можно сделать, какие температурные режимы должны быть для спайки пакетов, какое должно быть время. Они всегда разные, то есть разная плотность, даже маркировка не всегда помогает. Ну, вот это каким-то таким методом тыка набирается информация, и вот основная цель ее структурировать и преподнести потом людям. Знаниями и опытом Елена делится в социальных сетях, размещает ролики с подробным рассказом о том, как спаивать, а затем сшивать пакеты. Ее зрители знают, если очень постараться, то превратить полиэтилен в стильный аксессуар можно и дома с помощью утюга. Но все же в мастерской с термопрессом и надежными швейными машинками креативить гораздо сподручнее. Ура, у нас все получилось. Получается вот такая вот чудесная штучка. Буквально недавно за собой начала замечать, что мне нравится творчество, соединенное с функционалом. И вот это та часть, которая очень нравится, потому что творчество бывает абстрактным и бывает предметным. И если оно предметное, то мы его используем. И именно использование обрастает новыми функциями, новыми способами обработки и какими-то формами. Как видите, складировать пакеты не так увлекательно, как создавать из них новые вещи. Вы удивитесь, но и этому пупырчатому антидепрессанту можно найти применение. Например, сделать из него вот такую косметичку. А потом, если войти во вкус, наполнить ее натуральной косметикой. И это, кстати, еще одна эко-привучка. Что-то скользкое. Какое-то... А, она мнется. Свечка. Я даже боюсь предположить, что это. На ощупь как мыло. Можно сказать, что я угадал. Возвращение к природе – мировой тренд. И пока крупные производители косметики только раздумывают, нужно ли менять привычные формулы, на рынке появляется все больше локальных брендов натуральной и органической косметики. Кто не погружен вообще в принципе в натуральную косметику, думает, что это огурчики и сметанка. Но это далеко не так. Сейчас натуральная косметика шагнула очень далеко. Это соки, вытяжки. Если эмульгаторы делают это, часть растения берется и перерабатывается, добавляются другие, например, компоненты. И получаются вот такие полностью натуральные, разрешенные для использования натуральной косметики. И при этом они не вредят ни человеку, ни природе. Химик-технолог по образованию Мария Захарова создала свой бренд натуральной косметики. Бизнес родился из желания решить проблемы с собственной кожей. Первые кремы для себя и друзей она варила в домашних условиях. На протяжении 10 лет работала с формулами. Изучала опыт мировых исследований, чтобы выяснить, какие натуральные компоненты помогают избавиться от воспалений, жирного блеска и не вызывают аллергию. В чем плюс натуральной косметики? Во-первых, природные компоненты, то, что взято из природы, во-вторых, не вредит человеку, и в-третьих, не вредит природе. Потому что есть компоненты, которые используются в масс-маркете, они нейтральны для человека, ничего не делают, но в природе они не биоразлагаемы. То есть они накапливаются, гибнет рыба, фауна, и нарушается цикл нормальной жизнедеятельности природы. А человек как основа, даже как часть этой жизнедеятельности природы, если нас закрой в бетонных четырех стенах, ну мы же с ума сойдем. И мировые тенденции сейчас на натуральный компонент. Вы видите, в больших масс-маркетах, люксовых брендах, есть маркетинг на натуральные компоненты. Потому что это не просто такая фишка нашего времени, это правда тенденция, это философия. Люди уже по-другому начинают думать, чувствовать, и они заботятся о будущем, о будущем своих детей и внуков. Выбирая новый продукт для своей косметички, будьте внимательны. Надписи на упаковке, эко и био часто всего лишь уловка маркетологов. Обращайте внимание на состав. В нем не должно быть синтетических консервантов, тяжелых металлов, искусственных красителей и ароматизаторов. Жмак, 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 жмак. Я знаю этот предмет? Это баночка. Скорее на какую-то игрушку похоже или на что-то такое. Наверное. Хотя нет, что-то тут вывалилось. О, я знаю. Это чашечка для кофе. Можно брать его с собой, и она раскладывается. Ходить за кофе со своей кружкой – еще одна несложная эко-привычка. Ежегодно любители напитков на вынос выбрасывают 500 миллиардов вот таких одноразовых стаканчиков. И проблема в том, что они лишь кажутся бумажными. Одноразовая посуда, так называемая, или вот стакан, часто вызывает, так скажем, экологическое отношение, что вот он же бумажный, он же может, условно говоря, быть переработан, или если не будет переработан, то потом перегнет. На самом деле нет, это не бумага, это специальный материал, довольно сложно приготовленный. И вот попытаюсь я его разорвать, и вряд ли ты, нет, вот разорвался, да. И мы видим здесь, по крайней мере, видно и на ощупь ощущается, что это пластик. То есть это какой-то тип полиэтилена, скорее всего. Конечно, напрямую он, может быть, не загрязняет, вот в нашем понимании химическом, но создает вторичное такое мелкодисперсное загрязнение, которое попадает и животным в организм, и накапливается, условно говоря, в органах, во внутренних органах, и рыба, и маленькие животные после этого болеют, страдают, и попадают нам в пищу, и нас откладывают. То есть такая, как бы, цепочка полиэтилена, который изобретен человеком и, к сожалению, не перерабатывается в природе. Это является компонентом постоянного загрязнения, которое накапливается. И вот каждый выброшенный стакан, по сути, это вред вот как раз окружающей природной среды. А та бумага, которая здесь есть, она, конечно, со временем отслоится, но не исчезнет окончательно. Поэтому, конечно, такой тип посуды выглядит хорошо. И, наверное, может быть, кому-то кажется, что это лучше, чем обычный пластиковый стаканчик. Ну, по крайней мере, он твердый, в нем удобно пить. Но это не экологично. То есть все попытки, в том числе и кофейный известный, найти альтернативу такого типа, говорит о том, что альтернатива единственная – это многоразовые стаканы. Стаканчики для горячих напитков внутри покрывают особой пленкой, чтобы они выдерживали высокие температуры и не размокали. Из-за этого их нельзя отнести к макулатуре. Отделять картон от пластика сложно и невыгодно. И большая часть стаканчиков, лишившись ароматного свежесваренного содержимого, отправляется на свалки. Поэтому я хожу в кофейне со своим многоразовым стаканом. Кстати, во многих заведениях такую инициативу поддерживают и делают скидку от 5 до 15%. Здравствуйте. Американу, пожалуйста. Спасибо большое. Экономим и гордимся собой. Это многоразовый свитер. Она комбинированная. Ее моднее слово комбинированное я не знаю. Что я должен сказать, чтобы меня отпустили? Может быть, это как ресайклинг или что-нибудь такое? Переработанное. Апсайклинг? Апсайклинг. Sorry, sorry. Наши шкафы и комоды – одни из главных поставщиков мусора на свалке. Большинство современных тканей сотканы из разных натуральных и синтетических нитей. Такие хитросплетения усложняют процесс переработки, и потому чаще всего старую одежду проще захоронить вместе с другим мусором. Но небезразличные к судьбе планеты дизайнеры и бренды на гребне и эко-повестке создают апсайклинг-коллекции из одежды бывшей в употреблении. Екатерина в поисках вдохновения и сырья для создания нового образа. Попадая в этот ящик, ненужная кому-то одежда обретает шанс на вторую модную жизнь. Я не трачу какие-то ткани, выброски. Я, получается, просто перерабатываю. Я не выкидываю эти вещи на мусорку, которые неизвестно, сколько там лежат. И из дома помогла всем родственникам, друзьям выгрести гардероб. И зато преобразовала в свою коллекцию. Я обожаю сочетать разные фактуры. Это джинса, это хлопок, это вельвет, это трикотажные какие-то полотна с ветра. То есть все это, это продает, знаете, некую индивидуальность, уникальность, какой-то дизайнерский, возможно, даже подход этой вещи. Даже пусть это будет обычный свитер, который с разными кусочками вставлен. Это уже будет интересно. Это будет по-особенному именно для человека и про-человека. Экологи бьют тревогу. Быстрая мода влияет не только на масштаб свалок. На производство новых тканей тратится огромное количество природных ресурсов. А в почву и воду попадают токсичные красители. Обсайклинг, он как раз про то, что из одежды, которая вышла из употребления, которая вышла из моды, можно сделать не только носибельную, красивую одежду, но даже и произведение искусства. Этот тренд, в принципе, набирает обороты. Несмотря на то, что ему уже почти 10 лет, это такой общемировой тренд. И это даже не столько про моду, сколько про новый стиль жизни, про осознанное потребление, которое не закончится через какое-то время. Студенты все чаще прибегают к этому методу, потому что, во-первых, это возможность сэкономить на тканях, не нужно покупать новые ткани. Можно взять одежду, которая имеется в наличии, можно повыбирать, покомбинировать. Впрочем, модная индустрия быстро адаптируется под новые тренды. Концепция некоторых брендов целиком построена на идеях обсайклинга, а дополнить экологично-модные образы можно аксессуарами. Стилист Дарья Винникова не торопится за новинками. Она придерживается принципов медленной моды. Ее задача – составить гардероб для своих клиентов так, чтобы каждая его деталь работала и была актуальна несколько лет. И, конечно, к образам важно подобрать правильные аксессуары. Шоппер, на самом деле, это первая вещь, которая должна появиться у человека, который задумался именно об экологичности. Путем тестов, так скажем, я поняла, что здесь еще большое значение имеет, какой шоппер. Если это простая такая тоненькая тряпочка, которая, опять же, через пару месяцев просто износится, и мы ее выбросим снова на свалку, то здесь, опять-таки, важно выбрать качественный для того, чтобы носить его какое-то долгое время. И, естественно, это становится аксессуаром. То есть это очень важная часть гардероба. И она точно так же украшает, она точно так же нас отражает. И сейчас, мне кажется, в магазинах представлено такое огромное количество вариантов. И какие-то стеганые, кожаные, с дополнительными деталями. То есть можно на любой вкус подобрать и также носить его очень много лет. Участницы проекта «Авоська от мамы» пошли еще дальше. Шьют и плетут экологичные аксессуары самостоятельно. И вместе с тем привыкают сортировать отходы и носить с собой бутылку для воды. Эти мамочки у нас узнали, для чего вообще нужны альтернативы одноразовым вещам, для чего нужна авоська. После, помимо авосьек, мы стали учить шить шоперы, бахилы. То есть мы понимали потребность. Если у нас много детей, часто мы ходим в аптеку, в поликлинику, нам нужны бахилы. Значит, можно их заменить многоразовые. Мы начинаем шить многоразовые бахилы. И я поняла одно, что эти семьи начинают потихонечку-потихонечку сортировать отходы. Переходят от пакетов к шоперам. Используют авоськи. Тем более, авоська – это тренд. Поэтому мы продолжаем этот проект. Нам он очень нравится и он востребован. Для многодетных мам, у которых часто не остается времени на себя, встречи с другими участницами проекта – возможность отвлечься от бытовых проблем. И побыть в комфортном для них обществе с общими интересами. В такой компании менять привычки комфортнее. Чтобы сформировалась привычка, нужна хорошая внутренняя мотивация, достаточная внешняя какая-то опора. Потом нужно некоторое количество повторений. Причем правильных повторений. То есть это должны быть верные действия, чистые поощрения. И компенсация за нереализацию привычки. И здесь еще очень важно сообщество. Я не один, не одна так делаю. Я не один, не одна так считаю. И это дает колоссальную поддержку внешнюю. Экологичным привычкам, как и любым другим, нужно время, чтобы стать частью вашей повседневной жизни. Правило «делай что-то 21 день подряд и привыкнешь» срабатывает далеко не всегда. Важно понимать, для чего менять свою жизнь и идти к этой цели. Для начала можно взять за правило одно простое регулярное действие. Что человек чаще встречает на своем пути, ну скажем так условно, не экологичного, да, с того и начать. Хотя бы свет выключить, когда из дома уходишь, либо там из помещения. Ну очень просто, да. Тем более современные лампочки, они выдерживают большое количество включений и выключений. Воду там в кране останавливаете тогда, когда не моете руки или не моете посуду. Для тех, кто готов перейти на следующий уровень экологической осознанности, путь в экоцентры. Такие действуют во многих городах страны. Здесь вам не только объяснят тонкости сортировки отходов, но и дадут возможность почувствовать себя частью большого эко-сообщества. Мы находимся на складе нашего проекта «Мобильный прием в Торс-Сырье», где сейчас все переполнено, потому что на следующей неделе мы будем вызвозить в Торс-Сырье. А сейчас пока на этапе накопления. В нашей миссии она более просветительская, потому что принося в Торс-Сырье, сдавая его на переработку, ты учишься видеть, сколько ты после себя оставляешь, какой след ты после себя оставляешь. Когда ты копишь целый месяц свое в Торс-Сырье, ты видишь, сколько места в доме оно занимает, и, соответственно, можешь понимать, сколько места это будет занимать на свалке. А когда это не один ты, а нас миллион человек в городе, то масштабы огромные, и это людей приучает думать, что нужно покупать, а от чего можно отказаться. Наталья сортирует отходы по фракциям больше семи лет, да еще и родственникам помогает. У нас очень много промышленной упаковки, и пакет образуется в течение недели. Это еще не только мой пакет, это пакет еще моей сестры. Она меня просит тоже сюда приносить, потому что у меня это быстро получается, я уже давно в этой теме. Это настолько вошло в привычку, что это автоматически происходит, и вся семья знает, как что перерабатывается, что нет. То есть моя девятилетняя дочь в курсе событий, она тоже знает, а пятерка все это перерабатывает. Со временем у экоцентра появилась еще одна важная миссия – объединить эко-сообщество и небезразличных в судьбе планету людей под одной крышей. О многих городах проекты разрознены, и они могут больше сделать, когда объединяются. То есть больше задумок, больше действия, больше привлечения внимания к этому вопросу. Из этого уже может вырасти что-то большое, объемное для города. Осознанно относиться к тому, что мы покупаем, задумываться, как используем ресурсы и к чему это может привести – не просто модный тренд. Это необходимость нашего времени. Вместо килограммов ненужных вещей лучше приобретать эко-привычки, ведь каждая из них имеет значение для планеты. И пусть осознанность одного человека – это лишь капля в море, нас становится все больше, и эти общие усилия ведут к экологичному завтра, в то время, где многоразовый мир обязательно победит. Пользовалась твердым шампунем, стакан у меня такой есть, очень много шопперов, а восек нет, правда. Вот. То есть тема мне близка. Да, все из этого бы использовала. Но чашечка, наверное, больше понравилась. Она как декоративная выглядит и функциональная. Ну, я пока не дошел до того, чтобы использовать вещи переработанные. Уже какое-то время, не знаю, пару лет сдаю. Не все, конечно, но на что мне не лень потратить свое время, то я помою, почищу и отвезу там раз в пару месяцев на переработку. Переживаю за нашу землю. Я понимаю, насколько мы ее уже замучили, сколько замусорили. И если только я буду делать так, конечно, мне не поможет это. Но вдруг каждый потихонечку, полегонечку, и мы как-то поможем уменьшить количество все этого мусора, и земля станет дышать снова. И мне бы очень этого хотелось на самом деле.